Защитники земли русской. Одним из самых знаменитых событий русской истории является Куликовская битва. Масштабное сражение русского войска Дмитрия Донского и войск Золотой Орды сыграло важную роль на пути к восстановлению единства Руси и свержению трехсотлетнего татаро-монгольского ика. 21 сентября 2020 года, 8 сентября по старому стилю, исполняется шестьсот сорок лет со дня этого важного события. Прежде чем вести речь о самой битве, заглянем немного в историю. 13 век. Это время было очень тяжелым для всего народа Руси. Земля была разобщена и управлялась судейными князьями. Эти правители не ладили между собой и постоянно вели военные действия. Каждый хотел захватить побольше кусок земли для себя. Но помимо внутренних раздоров был еще общий враг – монгола-татара. Это многочисленное войско с острожащей дисциплиной и мощной осадной техникой постоянно нападало на русские земли и грабило их. Дать достойный отпор врагу разобщенные русские княжества не могли. В 1237 году войско хана Батыя, пройдя по землям Руси огнем и мечом, уничтожило многие русские города. Некоторые из них были сожжены дотла, а население угнано в рабство. Татары обложили русские княжества Большой Дании. Такое положение длилось почти 250 лет. К середине XIV века на Руси возникли крупные княжества. Тверское, Московское, Рязанское, Нижегородско-Суздальское. Между их правителями шла борьба за право именоваться Великим Русским Князем. Успех был на стороне московского князя Дмитрия Ивановича, которому в то время было 30 лет, 20 из которых он правил московским княжеством. Вступив на престол, после смерти своего отца он вошел в историю как добрый и справедливый правитель, как основатель белокаменного московского Кремля и, конечно же, как победитель татар на Куликовом поле. То, что предстоит великая битва с ордынским войском, Дмитрий Иванович понимал. Понимал и то, что одним войском ее не выиграть. Нужно заручиться поддержкой простого народа. Это он и сделал, отправившись перед походом в Троице Сергиев монастырь, к Сергию Радонежскому, который был любим и почитаем всем русским народом. Святой старец благословил не только князя и русское войско. Он послал с ними двух монахов Пересвета и Ослябю. Этим Сергий поднял дух русского войска и показал, что они будут сражаться за святое дело. Получив благословение, Дмитрий повел войска навстречу Мамаю. Русская Радь была разделена на полки. Большой полк возглавил сам князь Дмитрий. Полк правой руки – Серпуховский князь Владимир Андреевич. Полком левой руки командовал Глеб Брянский. Передовой полк составили колумбинцы. По пути к Дону, к войску присоединились отряды из Пскова, Переславля-Залесского, Полоцка, Ярославля. Численность русского войска по разным летописям составляла от 150 до 400 тысяч, но это было в два раза меньше, чем войско врага. Место сражения было определено заранее. Очень важно было дать решающий бой врагу еще до подхода союзных Мамаю сил – литовских и рязанских полков. Чтобы иметь защиту собственного тыла, русское воинство переправилось через Дон и уничтожило мосты. Вечером седьмого сентября рать встала на свои позиции. Большой полк стал в центре. На флангах полки левой и правой руки. Впереди, перед большим полком, сторожевой полк. В Дубраве был поставлен засадный полк. Битва началась утром 8 сентября с небольших стычек передовых отрядов, после чего состоялся поединок татарина Челубея с сыноком Александром Пересветом. Оба воина погибли, не уступив друг другу в бою. Далее последовал бой сторожевого полка с авангардом вражеского войска. Затем в бой вступили другие полки. Сам Дмитрий Донской находился в это время в сторожевом полку. Затем, поменявшись одеждой и конем, с московским боярином Михаилом Бренком встал в первый ряд большого полка. Основной удар татар принял на себя левый фланг русских войск. Вскоре полки левой руки дрогнули и отступили. Татары стали преследовать русскую рать и углубились внутрь русских позиций. Это и было ошибкой ордынских завоевателей. У хана Мамая не было резерва, все его воины сражались, а у россиян был свежий засадный полк, который и ударил противника в тыл, что стало решающим в битве. И тогда войско Мамая дрогнуло, и он вместе с небольшим отрядом бежал с поля боя. Русская рать преследовала врага пятьдесят верст до реки красивые мечи. Все силы татар были разбиты. Но и русских героев погибло немало. Летописцы указывают, что на поле не было свободного места. Так было много трупов. Сам великий князь Дмитрий Донской был контужен, но сумел добраться до леса, где его нашли без сознания под срубленной березой. Тяжело досталось русскому народу эта победа. Когда новый правитель Орды Тахтамыш спустя два года после Куликовской битвы вновь двинулся на Москву, защищать ее в сущности было некому. Хан тогда сжег Москву и перебил ее жителей. Князь Дмитрий в ту пору собирал в Костроме ополчение. Не дожидаясь подхода Дмитрия с войском, Тахтамыш отступил. Набеги татар на Русь продолжались еще сто лет и прекратились после великого стояния на реке Угре в 1480 году. Но это не уменьшает значение Куликовской битвы, которая показала, что, объединившись, русский народ может противостоять врагу и побеждать его. Что же теперь на Куликовом поле? Как увековечен великий ратный подвиг русского народа? Что представляет из себя место битвы? На Красном холме, откуда Мамай руководил своим войском, в 1850 году установили памятник Дмитрию Донскому, работы Александра Брюлова, брата знаменитого русского художника Карла Брюлова. Неподалеку храм Сергия Радонежского, построенного в 1913-1917 годах по проекту Алексея Щусева. Теперь здесь филиал Тульского краеведческого музея. В 1894 году по проекту тульского архитектора Александра Бочарникова в селе Монастырщина на месте старого деревянного храма Пресвятой Богородицы построено новое каменное здание. Сейчас храм – неотъемлемая часть мемориала. Там же в 1980 году установлен памятник Дмитрию Донскому, скульптура Олега Комова. Есть там и памятник монахам – Александру Пересвету и Андрею Ослябе. Много на Куликовом поле и других памятников, которые поставили жители разных городов Руси в память о своих земляках, павших в Великой Сече. Ежегодно на Куликовом поле проводятся различные фестивали и праздники, а в канун празднования годовщины Куликовской битвы там проводится военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», на котором любители исторической реконструкции воспроизводят некоторые эпизоды Великой Битвы.